Украинский Майдан, дорогие мои братья, мы требуем уже сейчас и нет. Смены или происходят шутки, или не происходят никого. Прежде всего, нет коррупции. Это прежде всего правительные суды, где каждый может себя защитить. По самому край коррупции, который все остается, несмотря на то, что прошло полтора месяца, ничего попереду с коррупцией не сделано. Чаша терпения у людей переповнена, а другого варианта, чтобы не спорить, его просто не существует. Войну против коррупции мы начали, и это безуперечно, но так же очевидно, что отчетных побед в ней мы еще не получили. Правильное полювание на коррупционеров началось, и свой шанс потрапить в эти идеи имеет каждый, у кого я один служил. И после лета отчетных предупреждений и плохих начинок, Украина наконец-то сделает прогрессу против коррупции. Прежде всего, я хочу сказать, что закон про национальное антикоррупционное бюро я не думаю, что он создавал пресс, что он создавал пресс. Он был в предупрежден, подписан президентом. Его руководство назначено указом президента. За кем правилам специализирования антикоррупционного прокуратуры, он также создавал с моей участием. Подписан? Мною. Предсказанный руководитель? Мною. Конституционная судовая реформа. За кем правилам антикоррупционного суда. Я. Е. Автор. Отже, коротко разговариваю. Мы ждем на паню Заброварину. Я. Е. Автор. Отже, коротко разговариваю. Я. Автор. Отже, коротко разговариваю. В первую очередь, сейчас, в рабочий день, я держслужбовец. А те, кто вы и какие водители выполняли, выясняют следствия в криминальном проведении. Понялается, что наравы русские, правда, так хорошо работают и так все зарабатывают? Слушайте, расскажите нам еще про порошка ЕН. Каким образом вы заработали на порошка ЕН вашей дочке? Про то, что никогда не занимались бизнесом. Людина не хочет, видимо, спілкувать, люди не хотят на особистий прием, напевно, чтобы мы записались. Мы записались, но она пьет на лікарняный. Я иду за своей кавой, паня Заброварна в шоу, но в шоу она при том, что напиздала, за перепрошенную на роль строя с бабуси за 350 тысяч доларей, донцы своей на поршка ЕН, всем родичам. И все, что она сделала, будучи керевником мирового русского. При том, что она в шоу, она дальше выходит на изменения. Дальше занимается отвертою коррупцией. И еще и мает наглости. При том, что за 2 криминальных проведения, вертаться до полиции, и сказать, что захистите. Люди того, что подарили. Так же, такие, как Заброварна, будут рассказывать, что они в шоу. И ездя на Розройсах, и КАЕНах, и дальше працюющие держслужбовцами, про что мы можем далее говорить? Я попрошу, а я КАВА замовляю. Дякую. Понял, если будет КАВА? Да. Понял, если, ну, услухайте. У меня на самом деле... Я сейчас морщу. У меня, наверное, больше и детей по улице зачитается. Вы намного что-то даже две, просто такие, свои, извините, у бабки Розройс, извините, форшка Йен. Галя. Ваня, Галя. 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 Вот так, спілкуються керівники зміни Рава Руська. На самом деле, мы... Я не знаю, там пані Заброварна, но мы действительно в шоу. Галя. 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 Потому что человек работает в государственной структуре и не хочет общаться с простыми гражданами Украины. Уже настолько, извините за слово, зажерлится, потому что реально оно так и есть. Мы все понимаем, что она имеет Ройс-Ройс, дочка моя Порш-Ка-Е, мы только что видели Ауди-Кью-5, не дешевая. Друзья, извините, у меня сейчас просто мати, честно. После такого увиденного и после таких статей, за пані Забруварну, извините за слово, но мы, властники евро номера, вы знаете, что я из гражданской организации авто Евросила, где мы боремся с легализацией евро номера, мы не можем лишние деньги выкидывать на разметнение, а митники, которые кричат, что мы там порушиваем законодательство, сами в тот момент крадут на Ройс-Ройс, за сколько? 350 тысяч долларов, да? Так, так. Друзья, извините, перестаньте уже мовчать. Дети ездят на Порш-Ка-Е. А дети ездят на Порш-Ка-Е. Друзья, переставайте, давайте доеднитесь, честно. Бо скорость, за 5-10, вы просто даже не будете мати какие-то носки взутки, честно. А те митники и держслужбовцы, которые сейчас крадут и украдают вас с нами, поверьте, они будут мати на золотые носки. И с бриллиантами, мне так кажется. Ну, честно, я настроение загубил на Пану на весь день, потому что я сейчас стою в супуре, я перед этим читал статью, но сейчас я уже б***ь не знаю, она нас читает на Пану за, не знаю, каких-то рабов, языков. Наверное, не хочет с нами связаться. Люди, всем привет, конечно. Прибить висновки самі. Ну, Игорь, вот тут в коментарях пишут, что вишати треба. А что нужно сделать с нашими правоохоронными органами, чтобы они, принаймні, начали с этих керемниками пустивых изменений создать в тюрьму, а не выпускать потом по переквалификации? Как думаете, вартует нам с вересня брать это и за прокуратуру, и за следствие? То есть они сами, которые начали начать эти изменения, за что им платят все такие хорошие? Для публикации Южанин, что у них все там лажа, а нет кадров, то однозначно подтвердить, что мы правильно справа делаем. Только нужно подтвердить, что больше людей на эти все акции долучались. А то, что нужно в кадрах проводить изменения, то однозначно, что у нас уже не было, что говорить. Людина могла просто честно сказать. Есть претензии, говорите, про охранные органы. Все, что хотите, но не втекать. Для чего втекать? Взять от нас, потому что какие-то тираны, тираны. На самом деле, это имеет лишь негативные эмоции, потому что мы можем только представить, как эта особа, если она себя так проводит в структуре руководства львовской митности в строительстве, и когда идет в видеофиксация. Мы можем только себе представить, как она себя проводит на территории митного посту, где кричат, и последнего раза перехордонники одягали кайданки незаконно, между прочим, что не можно снимать даже свои действия. Мы можем только представить, как себя забороварено ведет там, когда она заступает на свои изменения. Как себя ведет Новосад, БУД, как себя ведет Ямборфо недоликованный. Почему так скажу? Потому что Ямборфо – это человек, по которой была дисциплинарка за использование алкогольных напоев. Так, в период изменения на митном посте. И каким-то дивным образом сейчас появляется, что он не притягнулся до дисциплинарной ответственности. У нас нет комментариев, поэтому мы и наполягаем, мы имеем единственное видение. Что, изменить это мы можем попробовать проведением публичного прозорного конкурса, не только по керевнику Львовской митности, а по его заступникам, керевникам постов и ЗМИ. Еще будем выходить в эфир. С вами сегодня Громадская инициатива «Рух за людские права», Громадские организации «Авто Евросила». Ребята, герои не пускают. Будемо Украину разом. Приворитет права, Варта один и ряд других организаций. Всех пока и доеднуйтесь до нас.